Детское радио представляет Ушли шагами мелкими, не говоря пока Отмеренные стрелками и годы, и века Но в прошлое туманное мы сможем заглянуть Туда часы карманные укажут верный путь Как морковкин в историю влип Полил я, полил, мам Все, и кактус не забыл И апельсиновое дерево, не переживай Одного не понимаю, зачем маме апельсиновое дерево Когда апельсины продаются в магазине Она вырастила его из косточки апельсина Который показался ей особенно сладким Она надеется, что все его плоды будут такими же вкусными Твоя мама настоящий мичуринец А кто такой мичуринец? Это последователь Ивана Мичурина Знаменитого садовода и селекционера Мичуринец-селекционер Звучит подозрительно Примерно как контрразведчик Надо бы выяснить, не перепутала ли чего бабуля А то, может, в цветочном горшке мама прячет шифрограмму Старинные часы, время назад Эй ты, забияка Ну-ка, иди сюда Это... это вы мне? Да нет, Отрак, стой спокойно Вот тебе хлебушек за смелость Не хочу, спасибо Да при чем тут ты? Стой тихо А то всех распугаешь А, так это вы с воробьями разговариваете Что ж смеешься? Они меня прекрасно понимают И растения тоже Вот, смотри, яблонька Ее случайно поливальная машина повредила Она сохнуть начала Я вчера целый день уговаривал ее не погибать И видишь, послушалась Чудеса какие-то А вы Иван Митюрин? Бабуля говорит, что вы самый знаменитый в нашей стране садовод Садовод? Ну, можно сказать и так Я всю жизнь выращиваю большой сад В нем тысячи разных кустов, цветов и деревьев А наша соседка, тетя Рая, говорит, что на даче должны расти только цветы и клубника И хорошо бы киви Тетя Рая их обожает Ты знаешь, что киви – это растение из теплой Юго-Восточной Азии? Конечно, поэтому оно и не растет на даче Ошибаешься Я и мои последователи вырастили сорт, который не боится холодов Он может расти даже в нашей стране Ну, не на севере, конечно, а там, где зимой не бывает сильных морозов Называется актинидия Она гораздо мельче, но зато такая же вкусная и страшно полезная Актинидия – это морозостойкий киви? Дедушка Митюрин, но как вам это удалось? Так ведь начало двадцатого века на дворе Человеку уже известны многие тайны природы Я вот подметил Если скрестить два растения разных сортов То получится новый сорт Который возьмет лучшие свойства от родителей Он называется гибрид Бабушка всегда говорит, что я взял лучшие от своих родителей У меня умный папа и симпатичная мама В итоге у них появился я Сын Рома Морковкин И умный, и симпатичный Новый сорт Ой, вы ничего не подумайте Я знаю, что хвастаться нехорошо Просто задумался над вашими словами А что вы еще выращиваете в своем саду? Я всегда мечтал, чтобы в холодных среднерусских широтах Росли капризные южные фрукты Персики, абрикосы, виноград Чтобы вишни были такими же сочными и сладкими, как на юге А яблоки и груши хранились бы до зимы Ну так все так и есть Нас другая соседка, тетя Тамара На Новый год угощала яблоками Которые собирала в своем саду А наша подмосковная вишня тоже сочная и сладкая Не хуже южной Всего я вырастил несколько десятков новых сортов Яблонь, груш, слив, смородины, фундука, крыжовника и других растений Но особенно горжусь цветами Фиалковыми лилиями Это гибрид лилии и фиалки? И что в нем особенного? Лилии – очень красивые цветы Но их природный аромат резкий От него даже голова может заболеть Я исправил эту ошибку природы Вывел сорт лилий с нежнейшим ароматом фиалок Так вот в чем дело Вы научились подчинять природу потребностям человека Да-да, не надо ждать милости от природы Взять их у нее – наша задача Не в смысле взять силой, отобрать А в смысле отыскать эти возможности И использовать их во благо человечества На выведение нового сорта уходит годы Не факт, что эксперимент окажется успешным Но нужно пробовать Дедушка Мичурин, у меня возникла одна идея Простите, я должен вас покинуть Старинные часы Время – вперед! Бабуля, а у нас есть свободный цветочный горшок? Конечно А зачем тебе ромашка? Я придумал, как сделать мою утрунюю овсянку вкуснее Нужно скрестить овес и шоколадку Мне кажется, Мичурин так и поступил бы Рома, шоколадку с овсом никак не скрестишь Шоколад – это не растение Мичурин говорит, нужно пробовать А вдруг получится? Селекционер ты мой Как Морковкин в историю влип!